Дорожный, стоимость за километр, она ударяет не только по нам грузоперевозчикам, но и по обычным потребителям товаров. То есть все мы увидим скоро, скажем так, реакцию в магазинах. Цены поднимутся обязательно. Соответственно, ну, что еще сказать? Отразите на нас всех. Платить будет простой народ. Давайте, давайте, мы что-то хотим. Ну, хочу добавить, что ездила на газели, правда, ко мне это не относится, но все же. И, как бы, ситуация такая. На сегодняшний день на складе уже появились проблемы с поставкой продукции. Нам не завозят продукцию, нам возить нечего. Уже ассортимент становится так же маленький. Товарищи, хотелось бы еще сказать об одной серьезной проблеме этой системы Платон. То, что эта система частная, она находится в частных руках. И это вызывает тоже серьезное возмущение. Почему какой-то частник, какой-то частный оператор должен получать средства? 25% от всех собранных средств пойдет в карман сыну миллиардера Ротенберга. И совершенно непонятно, на каком основании мы все должны платить этот налог. И, как вы, наверное, знаете, в Госдуме Российской Федерации в прошлом году, насколько я помню, был принят закон, защищающий от санкций самого отца, этого Ротенберга, миллиардера, олигарха. Тогда было принято решение, что в случае отъема у него собственности, вернее, отъема у наших олигархов собственности в рамках санкций за границей, в бюджетах будут возмещаться средства, будет возмещаться стоимость этой изъятой собственности. Мы видим с вами, как сейчас государство вводит еще один налог, еще один дополнительный налог для того, чтобы поддержать теперь уже сына этого миллиардера. Мы все вместе должны выступить категорически против такой политики, категорически против таких решений. Через два дня на сессии Госсовета будет рассматриваться бюджет Чувашской Республики. Это государственный бюджет, он является частью общефедерального бюджета. Мы, несомненно, депутаты фракции КПРФ поднимем этот вопрос, по каким причинам у нас урезаются все бюджетные расходы, не лишь растут налоги, а лишь растут поборы. Одно из решений, которое мы предлагаем, и фракция КПРФ давно предлагает, по наполнению бюджета, если не хватает денежных средств в бюджете, если вы говорите, что не хватает возможностей для ремонта дорог, для обеспечения элементарных нужд, то можно сделать очень простую вещь. Вот Платон, нам когда вводили Платон, говорили, берем пример с Европы. В Европе, якобы, такие системы уже давно действуют, там собирают средства. Если наше правительство хочет брать пример с Европы, то пусть берет пример с налогообложения. В Европе, во всех странах, налоги, подоходный налог сдавитель от доходов. Чем выше доходы, тем выше подоходный налог. Ну так и давайте мы, как в Европе, у нас в России введем подоходный налог для олигархов выше, чем для простых работяг. Сейчас, как вы знаете, с простых рабочих, с наемных тружеников берут подоходный налог 13%. А олигархи подоходный налог с полученных дивидендов платят в размере 9%. То есть у нас обратная шкала. У нас работяга платит 13%, а олигархи дивидендов в лучшем случае платят 9%. Естественно, такая система нас не устраивает. И фракция КПРФ, и КПРФ, выступали с требованием ввести подоходную шкалу налогов, прогрессивную, как это происходит во всей Европе. Мы выступали еще с целым рядом предложениями. Но, естественно, Единая Россия не дает в Госдуме, в Госсовете Республики принять эти предложения. Сейчас нам с вами надо выработать вот на этой встрече те требования, которые мы в Госсовете Чувашской Республики озвучим. И попробуем от имени Госсовета вынести на федеральный уровень, к федеральному правительству обратиться. Поэтому у меня такое предложение. Товарищи, не стесняйтесь, подходите к микрофону, высказывайтесь. Мы записываем ваше предложение, ваши идеи. И вместе постараемся выработать наше обращение к Госсовету, к правительству Российской Федерации. Так, Юлия Алексеевич хочет выступить. А что, не всем дают, да, выступать? Почему? А я же говорю, хочу выступить. Вы просто посмотрели, мне отвергнулись. Выступающие здесь, что такое система Платон, уже, наверное, все знают. И в Ютубе размещено видео, где видео, значит, представителей, как его, дальнобойщиков Дагестана. Они предлагают 30 ноября поехать всем в Москву с пикетом. Но я не по этому поводу хотела выступить здесь, а по другому вопросу, тоже касающийся дальнобойщиков. О беспилотных КамАЗах. Беспилотные КамАЗы в течение трех лет с 2016 по 2018 год будут тестироваться на платном участке трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. Это будет проходить в рамках проекта «Высокоскоростные автотранспортные коридоры для беспилотных транспортных средств, входящего в национальную технологическую инициативу». В автопоезде во время тестов будет 5-10 обычных КамАЗов. Водитель будет управлять лишь первым и только в сложных условиях. Остальные должны копировать движение. В случае, если тесты будут успешными, беспилотники поедут по шелковому пути от Хельсинки и Бреста до Пекина. На национальную технологическую инициативу уже выделено 10 миллиардов рублей из бюджета. Еще 2 миллиарда рублей предусмотрено в проекте бюджета 2016 года. Росавтодок уже тратит ежегодно 4 миллиарда рублей на дорожную разметку для беспилотников. Отсюда следует, что в дальнейшем правительство России свои усилия направит на избавление от водителей-дальнобойщиков. Живых людей заменят на роботов. Дальнобойщики сразу же станут лишними в нашем обществе. То есть все усилия правительства России направлены не на создание дополнительных рабочих мест, а на их ликвидацию. Тем самым взят курс на уничтожение населения страны. В проекте резолюции этого митинга я предлагаю включить и лозунг. Нет беспилотным КАМАЗам даешь дополнительные рабочие места. В общем, то, что водители собрались, они молодцы, только мало. Вас не ломит. А вот то, что вот грузоперевозками командует, такая есть госпожа Матвиенко, Сенат. Не она лично, а дочь ее. Это грузоперевозки ваши, железнодорожные, речные. Это все она прибрала. Вот этот бизнес. А то наедут тоже ручьяки. То есть туда втекают с деньгами ручьяки, только мешки поставляют они. Когда они обожрут, то непонятно. В общем, то, что вы пришли, молодцы. Всегда обращайтесь к Кексееву Диме, он всегда пойдет навстречу. Над Россией беда нарастает. Если разум не справится с ней, день настанет. И Россия не встанет. И устанет земля без людей. Встаньте! Встаньте, водители России! У России стоит беда. Не дадим разграбить, уничтожить, ворам, козлокрадам, неолиберал-демокрадам Россию. Защитим ее на века. Не хотим мы, чтобы не был хлеб.